Привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас видео про бронзовый осенний макияж. Он выглядит вот так. Будет очень много всего бронзового, золотистого, рыженького. И мне кажется, что это макияж, который идеально подходит для осени. Так что я надеюсь, что вам он понравится. Так что, внимание на экран! Привет, друзья! Итак, бронзовый осенний макияж. Мы начнем с налогового средства. У меня это Rimmel Stay Matte Mousse оттенка 200 Soft Beige. И это мое самое любимое тональное средство на данный момент. Я выдавливаю немного на руку и... Это средство можно наносить руками. Подробнее я рассказываю о нем в моем туториале «Макияж с новой косметикой». Так, налоговое средство готово. Теперь база под тенью. У меня это Ardeco. Я ей очень-очень довольна. Теперь корректор. Это Revlon Photo Ready. Он мне тоже очень нравится. И так как наше налоговое средство, в принципе, неплохо замазало прыщики... Прошу прощения, прыщики, то корректор мне нужен только под глазами. В принципе, тональный крем неплохо замазывает и синяки под глазами, но у меня они такие, что не очень помогают. Теперь пудра. У меня Rimmel Stay Matte оттенка 001. Мне кажется, он назывался Transparent или Translucent. В общем, самый светлый. Я этим летом умудрилась как-то очень мало загореть, так что... Что очень обидно, учитывая то, сколько у меня темных тональных кремов, которые я думала, наконец-то я буду использовать летом. Теперь мы берем вот этот синий стик от Avon оттенка Shea Delight. Это на самом деле то, что можно носить на все лицо. Я не знаю, насколько они их до сих пор выпускают, но зная Avon, вряд ли. Они все снимают с производства очень быстро. Так, сейчас я приближу. На самом деле, эта база абсолютно необязательная. Просто мне кажется, что она сделает дальнейший цвет более глубоким. Но это то, что вы запросто можете пропустить. Либо любые другие мерцающие тени. Не знаю, например, мой любимый L'Oreal Infallible, какого-нибудь там золотистого оттенка. Тоже отлично подойдут. На самом деле, Maybelline Color Tattoos оттенка Taupe. То есть вообще серо-коричневый тоже прекрасно подошли, когда я делала похожий макияж. Дальше мы берем звезду нашего сегодняшнего видео. Это Essence Sun Club для блондинок оттенка Ibiza Sun. Она выглядит вот так. Мы берем бронзовый цвет. Вот он. На самом деле, абсолютно все эти цвета, если не стих на глаза, смотрятся безумно красиво. Итак, мы наносим его на все подвижные века. Смотрите, смотрите, какой он плотный. Он по насыщенности напоминает мне как раз L'Oreal Infallible. То есть ощущение каких-то вообще кремовых блестящих теней. Я не знаю за счет чего, потому что это точно пудра. Ну, то есть это же бронзер. И откуда у него такая текстура вдруг появляется на глазах, я не понимаю. И еще один слой, потому что я ненасытная. Смотрите, какой цвет. Можно было бы оставить прямо так, потому что он такой красивый. Ну, мы, конечно, остановимся. Я беру тени Essence Teddy. Вам подойдут любые коричнево-рыжие тени. Главное, чтобы они были очень теплые. Берем большую кисточку. И наносим тени в складку между веками. Так. Теперь мы берем палетку Maybelline Coral Jumma. Из нее мы берем вот этот вот цвет. Он темно-коричневый. И в нем тоже есть такой рыжий пигмент. И его мы наносим ровно между веками. Мы этот цвет не растушевываем. Мы наносим его во внешнюю складку. Вот сюда вот. Это сделает взгляд более глубоким и выразительным. Дальше этот же цвет мы наносим на нижние века во внешний уголок. Теперь просто потому, что я хочу добавить еще некоторые глубины, я беру вот эти тени. Это L'Etoile оттенка 305 Tattoo. И это такие красновато-бордовые тени. Я просто хочу придать небольшой оттенок. Мы наносим их над коричневыми, еще выше. Мне кажется, что красный пигмент будет очень интересно перекликаться с бронзовым у нас на веках. Мы все это сейчас растушуем, поэтому не беспокойтесь. Так вот, теперь мы берем большую чистую кисточку и растушевываем тени. Теперь мы снова берем палетку Maybelline, берем вот этот вот рыженький цвет и наносим его на нижние веки во внутренний уголок. Теперь мы снова берем нашу звезду, берем вот этот вот самый светлый цвет и наносим его под бровь. Это наш хайлайтер. Плюс этим же цветом мы растушевываем коричневый тень у нас на веки. Берем тоненькую кисточку, снова этот светлый цвет и наносим его в уголок глаза. Итак, наши глаза готовы. Теперь мы берем карандаш для бровей, это L'Oreal оттенка Golden Brown и делаем брови. Вот, с бровями совсем другое дело. Отлично. Теперь я беру черный карандашик L'Etoile Noir Teurem. Это их специальный карандаш для внутреннего века. Так что мы подводим внутренний век. Теперь рисуем стрелки. Подводка Essence, по-моему, называется Liquid Ink. Да, Liquid Ink. Итак, подводка готова. Теперь я нанесу тушь. У меня это Revlon Grow Luscious. И вернусь. Итак, наши глаза готовы. Теперь остальное лицо. Мы берем наш прекрасный бронзер. Я его заново для себя открыла. Потому что он оказался очень-очень хорошим. Так и так. Мы берем кисточку. И тут главное осторожно. Мы наносим только вот эти вот бронзовые цвета. Либо их, либо вот эти два. Главное их все вместе не смешивать. Это маленькая хитрость. И наносим их на лицо. Теперь мы берем следующую кисточку. И на нее мы наносим самый светлый цвет. Это будет наш хайлайтер. Теперь мы берем румяна. У меня это Maybelline оттенка Brown. Они прекрасно сочетаются с этим бронзером. И очень подходят к этому макияжу. И наносим их на щечки. Теперь помада. Я беру Maybelline. Вот в красных тюбиках. Не помню, как они назывались. Оттенка Indian Red. И вот что у нас получилось. В общем, надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх. И спасибо за просмотр. Пока!